Вот ради одного этого надо было к вам прийти. Я на самом деле все надеюсь встретить человека, который мне скажет, успокойся, Галя, все нормально. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, на второй и третий тоже не видна, ни спереди, ни сзади. Вы знаете, я шел на эту встречу и думал, а спросит меня вот эта Галина, а что вы читаете, Юрий Николаевич, сейчас из современных писателей? Потом просмотреть эфир наш с вами и понять, я закуриваю, когда не знаю, что говорить, или когда хочу курить. Какой тебе грим сделай, сколько у тебя морщин там. Я говорю, ребят, значит, грим был очень простой, только почистит зубы. Так и в конце, опаньки, какой артист хороший. Не каждый актер может похвастаться тем, что его работы сформировали целое поколение, что многие тысячи, если не миллионы людей говорят цитатами из его ролей и безошибочно узнают друг друга по пониманию этих цитат. Мой сегодняшний собеседник, безусловно, обладает этим счастливым свойством. Я думаю, что людей, выросших в той или иной степени на шоу «Городок», в нашей стране наберется несколько миллионов. И я, конечно же, из их числа. Но Юрий Стоянов – это нечто неизмеримо большее, чем просто «Городок». Это уникальный опыт работы в БДТ с великим Георгием Товстоноговым. Это интереснейшие роли в кино и сериалах. Это поразительная жизнь и поразительные суждения. Мы поговорим с Юрием Стояновым о возможной смерти телевидения, о его культурных кодах и его отношениях с Пушкиным. Юрий Николаевич, здрасте, спасибо огромное, что согласились прийти. Спасибо, здравствуйте. Я, конечно же, я понимаю, что вы эту фразу слышите чаще, чем «здравствуйте». Конечно же, я выросла в городке. И вот перед нашей сегодняшней встречей… Я состарился, пока вы на нем подрастали. Росла, да. Я вместе со всей страной. И я пересматривала некоторые любимые выпуски перед нашей сегодняшней встречей. Конечно, залипла и посмотрела в четыре раза больше, чем планировала. И я вот о чем подумала, и мысль моя была грустна. Поэтому я начну с печальной ноты. Мне кажется, что выпуски городка, скажем, какого-нибудь 98-го, 2001-го годов – это то, что сегодня, например, вообще не могло бы не просто взлететь, а существовать в рамках телевидения. Потому что это очень сложно. У вас там есть противоречие в том, что вы сказали. Не может существовать в рамках телевидения, а если бы могло, то взлетело бы. Потому что, когда не может взлететь, это значит, что качественная характеристика не может взлететь, потому что этого бы не показали. В этом смысле? Нет, не в этом смысле. Это тонкий сложный юмор. Это шутки с тройным дном. Вот мы докатились. Теперь это тонкий сложный юмор. Вы знаете, как Чарли Чаплин, который в начале прошлого века, даже в самых своих первых, самых наивных, где он в короткометражках, где он нащупывал себя, искал и жанр, и вообще создавал кино, придумывал своими руками, уже ближе к депрессии. И вообще в нехорошие всякие американские времена рабочих был выбор. За 10 центов купить хот-дог или пойти на фильм. Вот такой выбор. Съесть или посмотреть. Хлеб и зрелищ. Вот такая вот альтернатива. Вот такая. Хлеб или зрелищ. Или зрелищ. Они выбирали Чаплина. То есть это был сверхдемократичный формат. Ну, мягко говоря. А сейчас Чаплин персонаж, в лучшем случае, канала культура. Ну да, это арт-хаус. Но это вот то же самое, наверное, происходит. Хотя вот эти все ежедневно получаемые мною, не адресные, а просылки, какие-то тиктоковские нарезки из городка, по каждому поводу, вот что бы ни произошло, по каждому празднику они обязательно находят там какой-то кусочек и высылают его. Значит, это существует в сверхсовременном формате, но только в том, который не контролируется. То есть вы думаете, что сегодня городок был бы невозможным? Возможен на телевидении по каким-то цензурным соображениям? Нет, возможен. Но, конечно, той степени я бы не сказал... Вот я бы заменил слово «свободы», мы не формулировали для себя. Для нас это было естественное состояние вещей. Мы так снимаем, потому что мы, наконец-то, свободны. Но это было очень органично. Мы так снимаем, потому что мы иначе не можем снимать. Я бы это назвал не степенью свободы, а хулиганством. Баловством. Профессиональным. Тем невероятным удовольствием, которое мы получали, действительно никакого пресса, стопа и особой самоцензуры, даже самоцензуры не было. Потому что, на самом деле, я думаю, вы согласитесь со мной, что самоцензура страшнее цензуры. Конечно. Намного. Потому что так тебе что-то не разрешает, но ты сохраняешь себя в этом противостоянии, а так ты разрушаешь себя изнутри. Относительно недавно я обзавелась фитнес-трекером, который хвалит меня, чем больше я прохожу шаговый день. И благодаря этому Storytel и аудиокниг в моей жизни стало еще больше, хотя, казалось бы, куда уж. И для себя я открыла на аудиосервисе Storytel вещь, которую не обнаруживала прежде, а найдя ее, я оказалась абсолютно счастлива и пленена. Конечно, мы уже давно привыкли к тому, что на Storytel мы можем слушать те книги, которые можно прочитать или послушать в других местах. Мы даже адаптировались к тому, что у Storytel есть собственные прекрасные интересные проекты, которых мы в других местах прослушать не можем. А теперь на Storytel появились, появляются, их постепенно становится все больше, вещи которых нет больше вообще нигде. Это маленькие, нишевые, специфичные проекты, в то же время интересные, как мне кажется, достаточно широкой публике. Я хотела бы рассказать вам о двух из них, которые составили радость моих вечерних прогулок в последние две недели. Во-первых, это сборник фантастических рассказов и коротких повестей великого писателя Генри Джеймса. Многие из нас знают его по мистическому знаменитому рассказу «Поворот винта». Так вот, помимо «Поворота винта» у Генри Джеймса много других схожих историй. Эти истории появились на Storytel благодаря партнерству с школой перевода Дмитрия Симоновского. Участники этой школы переводили новеллы Генри Джеймса, и вот сейчас они стали доступны в аудио нигде в другом месте. Их нельзя не то что прослушать, но даже, в общем, и прочитать. Другой похожий проект, тоже выполненный участниками семинара литературного перевода под руководством Александра Борисенко и Виктора Сонькина, это сборник журналистских расследований XIX века «Разоблачители». Это совершенно потрясающая вещь, действительно, это журналистские работы, которые практически недоступны современному читателю, и которые вообще позволяют понять, как формировался стандарт профессии, когда сама профессия журналистика была еще совсем новой. Что очень здорово в сборнике «Разоблачители» — это то, что каждый текст начитан каким-либо известным современным журналистом, и, конечно, это добавляет оригинальности и необычности этому проекту. Словом, Storytel — это вещи, которых нет нигде больше, это странные вещи, за которые зачастую не берутся другие издатели, это интересные, необычные вещи, которые вы, как я, сможете слушать во время своих вечерних прогулок, во время поездок в автомобиле, да, словом, практически где угодно. Скачивайте приложение Storytel, ссылка в описании видео. — Юрий Николаевич, наши друзья и коллеги, и партнеры из компании «Авиасейлз» просили задать вам вопрос. Мы пока что несколько ограничены в передвижениях по миру, но зато совершенно не ограничены в передвижениях по стране. И скажите, пожалуйста, вот когда станет можно поехать вообще куда угодно, когда мы перестанем думать… — В России или в мире? — Неважно. Вот когда у вас не будет в голове счетчика, который у нас у всех, вот туда нужен ПЦР, а вот сюда тот, а вот когда снимутся все ограничения, куда поедете в первую очередь? В России или в мире? Неважно. Вот куда смотрят ваши внутренние глаза? — В России тяжело лететь. Я люблю Дальний Восток очень. Сахалин. Там со времен Чехов не так, чтобы очень многое изменилось. Но там есть что посмотреть, и там замечательные люди совершенно, и там еще очень вкусно. — Да. — Что важно. И это из дальних перелетов. Из того, куда можно даже сейчас полететь. Вот зачем я буду это рекомендовать? И туда все полетят. Зачем? — Будьте добрее к людям. Пускай полетят. — Конечно, Крит. Греческий Крит. Ставлю как место отдыха значительно выше Италии. Потому что вот сколько лет я в июле летаю туда на свой день рождения, 10 лет прогноз погоды не меняется. 30 воздух, 28 вода. И ветерок, и вкусно, и замечательные греки. Потрясающая страна и удивительный остров. Крит. Осенью Кипр. Зимой, это очень не патриотично будет, Нью-Йорк. Я не люблю Париж. — Не полетим в Париж. — Потому что читал, читал. Подступай к глазам разлуки жижи, сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли Москва и праздник, который всегда с тобой. И Париж, Париж, Париж. Потом приехал в Париж. В первый день обворовали, во второй день нахамили. Да, до свидания. — Париж вычеркивает. Париж мы вычеркиваем. Я обожаю Флоренцию, если это Италия. Мне очень нравится. Я обожаю эту галерею. Но не так много локаций. Для меня Нью-Йорк как киногород. Я его воспринимаю как киногород, как город мюзиклов и киногород. А если мы хотим получить все вместе, то я всех приглашаю в кулинарную столицу мира, которой сейчас является Москва. Welcome to Moscow. Очень патриотично. Пора в путешествие. Узнай в приложении Авиасейлс куда можно. Куда делось веселое хулиганство? Почему сегодня, по крайней мере, в телевидении, в том, что вещается на всю страну, такого рода проект невозможен? Мне, ну, понятно, что мы всегда все привыкли валить на ужасы кровавого режима и тотальную цензуру, но ведь очевидно, что это явно не оно. У меня будет другой ответ, поскольку меня кровавая цензура никогда не касалась. Никаким образом. Ну, вообще никаким. Ну, значит, мне повезло. Не знаю. Я не вру, я никак не вру. Нет, я абсолютно верю. Да, я прекрасно понимаю. Хотя сейчас, когда я смотрю то, что мы делали, там есть к чему придраться с точки зрения... Ну, изменилось тотально невероятно само телевидение, как и сама жизнь. Оно стало форматным. Ведь «Городок» — это очень неформатная передача. Да, там каждый выпуск разный. Ну, как ее... Как это? Это что это такое? Это эмористическое шоу, это... Сейчас бы сказать... Нет, ребят, давайте разберемся. Это у вас с кичком или это не с кичком? Если это с кичком, то нафига там эта грустная песня в конце? А почему вот этот сюжет, абсолютно вызывающий слезу какой-то там в финале, в идеале, так нам хотелось? Чтобы, по крайней мере, там не ржали уж точно. Вот как, да? Он уже совершенно анти... Вот «Городок» — это антипродюсерский проект. Ну, что это за бред снимать передачу? А где линейки, спросит вас, профессиональный закон. Линейка — это когда... Линейка — это что? Ну, вот, например, артист и литературный критик. Два постоянных персонажа. Вот есть эти два постоянных персонажа? Так вот, вы берете, вот мы с вами сядем и снимем сразу 10 скетчей. А потом мы их размажем по разным передачам. Но линейку мы сняли с вами. А следующая линейка — это два рабочих или два садовника, которые вот там будут подстригать траву. Мы потом спустились вниз и там же убили и эту локацию, да? Освоили ее. А потом мы попили кофе, вы будете посетитель кафе, а я бариста. А я буду делать вам кофе. И у нас уже с вами есть три постоянных линейки. А сняли мы их на расстоянии 50 метров одна от другой. Еще лучше в павильоне. Цена вопроса — это вот... Это просто осязаемая такая штука. Цена вопроса. Городок. На первом месте что? То, что мы хотим сыграть. То, что написали наши авторы. Один сюжет на подводной лодке, второй сюжет в детском саду, а третий сюжет на стадионе. Три разъезда. И все это только потому, что очень нравится эта шутка. Потому что очень точная история. И ради этого надо мотаться по городу, потом все это клеить, потом все это сводить, монтировать, красить. И все это ради того, чтобы 25 минут снимать, неделю и раз в месяц вышло. А где цена вопроса? В чем бизнес? Линейки определенно не хватает. Нет бизнеса. Нет бизнеса. И на самом деле, вот здесь экономика на очень важном месте. Невыгодный абсолютно проект. То есть, хороший русский проект не может быть коммерческим. Ответ. Но не может он быть. По тем временам, в которых мы... А тогда он был коммерческим. Я думаю. То есть, вот за это платили много, скажем так. Я вам открою один секрет, что в 90-е годы городок был самой дорогой передачей на российском телевидении. Дорогой в производстве? Не дорогой в производстве. По стоимости. По стоимости рекламы? Вот за сколько его покупали. Не по рекламе. Мы к этому не имели никакого отношения. И он был дороже программы Вести. На канале Россия. Я Вести говорю, потому что Вести это огромная сеть. Это какие-то корпункты. Там есть стоимость выпуска. Большая. Это же информационно-политическая программа. Информационная. А городок вот... Ну, какая-то... Какая-то белиберда. С точки зрения экономики. Вообще на последнем месте. Хотя... Это то, чем мы зарабатывали себе на жизнь. И очень хорошо. Но как-то вот так можно было. Так было можно. С точки зрения цензуры я не получил за 20 лет ни одного замечания. А какие? Но мы не давали этой возможности. А что значит не давали возможности? А расскажу. Физически не давали. Просто у них не было возможности это вам сказать? Нет. У них не было возможности это даже увидеть и сделать. Потому что все упиралось в человека, который в прямом смысле слова жил в маленькой коморке. И зовут его Паша. Режиссер монтажа. И клей он запирался в ней и доклеивал передачу. Вот уже принятую смонтированную. Он ее доводил до ума. Он мог вырезать букву И и вставить вместо нее букву А. И тогда вот на этом уровне перфекционизм, доведенный до абсурда. И он садился на велосипед без 15 и 12, а стрела отходила в 23.55, например. И вот на этом велосипеде, догоняя последний вагон, он забрасывал проводнику эту кассету. Но это еще ничего. Но когда мы ввели специальную должность в штате Городка, курьер в Москве, когда и слова до такого курьера еще не было, человек, который в аэропорту у случайных людей спрашивал, не вам передали, не вам встречаю кассету Городка. Он встречал эту кассету и привозил ее за 20 минут до эфира. А потом задним числом ТО, вот техническое дело, отсматривал эту программу и делал замечания по, ну, по каким-то там телевизионным параметрам, уровень шума, уровень сигнала и так далее и тому подобное. То есть не было возможности такой. Не видели они ее, видели в эфире. То есть это фактически как прямой эфир, но тоже... Ну, они видели ее в эфире. В эфире. Я не могу ничего вспомнить. Вот чего-то такого. Вот этого не должно быть. Нет, ну, потом... Нет, было однажды... Какая-то ерунда абсолютная. Был Городок, а было в Городке. И она вообще недооцененная такая штука. Вот как раз из нее берут в мемы очень много. Потому что она была восьмиминутная. В ней не было сквозного сюжета, обвязок. И это был набор историй какой-то дате. Ну, например, в таком-то году были изобретены джинсы. Или впервые появилась авторучка, которая пишет. Или вот день рождения Кирилла и Мефодия, к примеру. День Валентина Святого. Не важно что. Ну, конечно, все это переворачивалось с ног на голову. Вот оттуда все это берут. И там был день милиции, где мы говорили на фоне кокарды милицейской. А бывший министр внутренних дел стал, по-моему, Грызлов, стал председателем Государственной Думы. И кто-то усмотрел в этом какой-то намек, но там посмеялись и сняли. Представляете, вот песня. Начиналась передача с песней такой. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. На второй и третий тоже не видна. Ни спереди, ни сзади. На четвертый абсолютно не видна. И на пятый совершенно не видна. Значит, мы в засаде. Ну, у меня так смешной, но бред полный. До сих пор смешной. Ну, вот там хотели к этому придраться. Да, ну, ничего не ерунда. Знаете, вот все, что вы рассказываете, я прям чувствую, как оно резонирует в моей профессиональной предметной области, а именно в литературе. Вот вы сказали, что городок стоил дороже, чем вести. И в некотором смысле это совершенно справедливо. Потому что городок на мемы режут сегодня. Я смотрю городок рубежа 90-х, нулевых, и я смеюсь, плачу, и я попадаю в то время. А кто помнит программу Вести? Ее больше нет. Нет, она есть. Она существует ежедневно. Ну, просто это информационная программа. Это тот крест, который несут мои коллеги. Конечно. Но она, на самом деле, к ней не захотят обратиться люди, которые захотят понять то время. Я об этом много раз говорил и думал. Что вот есть, есть же хорошие примеры. Ну, это несопоставимые вещи, информационная программа и развлекательная программа, юмористическая. А вот, если мы возьмем, например, серьезный такой продукт, как вот это шоу «Куклы». Да, куклы на НТВ, которое было. Смотрите, ведь оно остро смотрелось, жестко. Сейчас оно очень непонятное. А теперь мы с вами берем. Давайте мы вспомним, как мы жили, например, в дефолт. Мы хотим вспомнить жанрово дефолт. Жанрово. Над чем мы смеялись и над чем мы плакали. В это время плакали больше, наверное. И вот мы включаем какую-нибудь программу 98-го года. И дальше вы смотрите, и вы ничего не понимаете, кто это. Какой шуменька, какой сосковец. Слово такое. Вот вы сказали, я сформировала, что был какой-то. Это человек, но были такие люди. А там они персонажи, причем знаковые. И вы понимаете, что сатира, она, конечно, сиюминутная, она колкая. Ну, вот такой цветок. Допустим, роза, которую не обработали для продажи. Вот вы схватили, и кровь пошла. Это куклы. Понюхали. Это роза. Это городок. Вы знаете, самешал. Ну, правда. Там мы понимаем, как мы одевались. Что было у нас на столе. О чем мы говорили. Над чем мы смеялись. И мой любимый сюжет, самый не смешной, который украли сразу две потом юмористические передачи и пересняли. Другие. Когда вообще ничего смешного. Вот как сейчас? Вот, допустим, редактура. Допустим, на канале говорят. Ребята, давайте поактуальней. Так, говорят так сейчас. Конечно. Можно поактуальней что-нибудь. Посмешнее давайте. Поактуальней, поострее. И вот я приношу такой сюжет. 98-й год. Снятый с плеча минут за 10. Один из моих самых любимых. Молодой человек, бизнесмен. Бизнесмен. Он идет, пытается набрать номер, а оттуда он слышит, что у вас недостаточно на счету денег. И поэтому, значит, ваш телефон отключен. И тут же стоит на паперте церкви, мимо которой он идет, очередь из нищих. Ну, просто стоят нищие. И первый говорит, подайте. Он отдает этот телефон. Он ему. Второй говорит, подайте. Вот на лечение кошечки. С кошечкой стоит. Он отдает какие-то деньги. Следующий. Подайте на операцию. Он отдает остатки денег. Потом еще кто-то просит. Он снимает часы. Потом еще кто-то просит. Он снимает пальто. Еще кто-то просит. Он по карманам постучал. Ничего нет. И стал в этой очереди последним. И тоже протянул руку. И все. Это финал. И начинается эта грустная песенка. Но мне кажется, вот такой образ 98-го года, дефолт, он намного сильнее, чем программа, в которой все будет названо своими именами. Да, потому что эти вещи, они на самом деле говорят о человеке в конкретной ситуации, которую мы можем примерить на себя. Но вот самый показательный, конечно, случай, это про вирус. КАК, ПЛЕЧАНЬСЯ КАК, ПЛЕЧАНЬСЯ КАК, ПЛЕЧАНЬСЯ КАК, ПЛЕЧАНЬСЯ КАК, ПЛЕЧАНЬСЯ КАК, ПЛЕЧАНЬСЯ Кмандир, а в чем дело? Я вроде ничего не нарушал. Не нарушали. Но ехать дальше нельзя. А почему нельзя? Карантин по вирусу, грипп. Поселок закрыт для въезда и выезда. Грипп, да? А что же делать? Не обязательно надо в поселок. Мне вот так вот позарез надо. От елки-палки. Командир, может я повязку какую-нибудь марливаю, напялю или что там положено? Но вы обязательно должны меня пропустить. Не имею права. Приказ есть приказ. И потом вы сами должны понимать, это для вашей безопасности. Думайте, у меня есть приятное вот так вот стоять, мерзнуть. Приказ, да? А что же вы тогда вот этот джип черный пропустили? Значит, одним можно, а другим нельзя. Что, их вирус не возьмет? Почему же? Их возьмет. Просто их? Ну, кого сказать? Ну, их не жалко. Извините, служба. Я в прошлом году, у меня было ощущение, я просто, я сидела и долго терла глаза, потому что я... Дежавю. У меня даже не было дежавю, я пропустила этот выпуск, я его не видела. А вы не видели тогда? Тогда не видела. А их было два. И у меня было абсолютное впечатление, что это как-то, я думаю, что же они сделали? Как же они олейникрово нарисовали, что ли? Компьютерная графика, что это, как, откуда оно взялось? Я даже, я даже не помню, какой это был гриб. Свиной, наверное. То ли птичий, то ли свиной, то ли какой-то мутирующий. Но что-то такое было. И тоже был дефицит этих повязок в начале, ничего не было. И мы сняли вот такую передачу. Их было две. Одна маленькая, одна называлась «Будьте здоровы», а вторая как-то еще. И вдруг они полностью... Мы их показали на канале «Россия», вы знаете? Ее показали на канале, не купированную. Единственное, что раньше же было 4 на 3 экран, вот такой, а теперь 16 на 9 формат кадра. И мы ее просто пересчитали компьютерно, растянули, и в этом формате она вышла на канал. Вы понимаете, что мне кажется, что на фразе... Все обалдели, говорят, а как это может быть? Вот, это абсолютно не может быть. И тем не менее, это вот такая живущая вещь. Я, собственно, хотела сказать, что нечто похожее мы наблюдаем в литературной сфере. Вот здесь я готов вам верить и слушать вас. Да, потому что мне кажется, что настоящая большая литература, она говорит в вечность. А сегодня... Инна Раневская называла это «плюет в вечность». Или плюет, или улыбается, или транслирует какое-то послание. Но она всегда про вечность. А сегодня все хотят про актуалочку, медийность и попадание в ожидание. Но про вечность это же становится в результате. Не работали мы на вечность. Не снимали мы про вечность. Мы снимали про сейчас. Но про сейчас не про то, что в газете на первой полосе. А про то, как это прошло через сердце, через боль и через смех. Насколько это тебя человечески тронуло. Насколько это... Это образное осмысление очень простых на самом деле вещей. Очень простых. Ни о какой сверхактуальности мы не думали на самом деле. Абсолютно. И вот это действительно удивительное сочетание, что актуальность, пропущенная через сердце, она становится разговором в вечность. А актуальность, которая потому что она актуальность, потому что надо вот так сейчас... Вот сейчас у нас актуально вот это, и мы сейчас это побырмом с бацем. Если ответ на то, почему это невозможно, не в плоскости власти, давлении и цензуры. Два глагола, два слова определяют. Сейчас многие снимают, они хотят почувствовать. Нет, не приказно, а почувствовать. Снимают то, что нужно, а мы снимали то, что хотим. Вот разница. Два слова. Надо и хочу. Мы снимали то, что мы хотели. Тогда вернемся к моему скорбному изначальному посылу. А это что значит, что телевидение умирает и сейчас умрет, литература-то да? Умирает, конечно. И что? Конечно, мы с вами в реанимации, мы с вами в красной зоне телевидения. Безусловно, это нормальный мировой процесс. А вам вот как человеку из телевизора, человеку, который... Я с интересом за этим наблюдаю. То есть сидите такой буквально на собственных похоронах. Я работаю в реанимации. Не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей. Но пытаюсь это делать. Попробуем вам помочь, называется. Доктор, я буду жить. Все будет хорошо, говорю я. Не очень уверенно. Понимаете, в чем штука? Понимаете, в чем штука? Это нормальный процесс. Смотрите, вот кино. Конечно, кино и фотография, все равно они опираются в понятии композиции, построения кадра, света, в живопись. Живопись сохран... Осталось? Осталось. Но появилась фотография? Появилась. Фотография. Следующий этап появляется кино. Потом предрекают смерть кинематографу. Кино уходит в сериалы. Сериалы уходят в телевидение. Все это на телевидение. Телевидение уходит куда? В интернет. Но в интернете это же тоже телевидение, только такое. Все дозволенные. Все равно телевидение. Вы выйдете на ютубе, допустим. Да. Вы снимаете тремя камерами. Не важно, что это фотоаппараты, которые дают большое разрешение, но в которых довольно трудно поймать фокус. Есть свои минусы. Быстро садятся батарейки, перегреваются и так далее и тому подобное. Но вы же снимаете, вы же так же могли бы это снять для телевидения. Просто это было бы дороже, побогаче и форматно вы бы были в каких-то рамках, безусловно. Но это все равно телевидение. Да, мы в реанимации, но мы понимаем при этом, что это эволюционный процесс и все равно это не смерть. Это будет некое другое качество. Наверное, телевидение в этом его состоянии, оно закончится. В этом качестве. Городок был частью целостного высказывания. Телевидение – это целостное высказывание, которое транслируется на большую аудиторию. То есть городок, он был не сам по себе, он был частью большого телевизионного проекта. И этот телевизионный проект… Но он был частью проекта несформулированного. Потому что телевидение тогда только пыталось ощутить себя, что я такое. Объяснить самому себе, что я такое. Это я и Ельцин, это я и Эйфелева башня. Такие были перехлесты там на пятом канале, когда мы работали, такое курковское телевидение. Мы формируем эту власть, мы говорим ей, что делать, мы указываем ей. Такой тоже переборчик. Чутка. Мы формируем сознание людей. Вместо фразы «какая страна, такое телевидение» приходит другая формулировка. «Какое телевидение, такая страна» и так далее. Как мы напишем, так и будет. Да, да, да. Конечно. То есть мы пошли тогда с телевидением в первый класс. Мы в этом смысле счастливые люди. Мы росли вместе. А потом бах, стагнация. Кто-то найдет в этом политическую подоплеку. А она закономерна для любого телевидения. Она закономерна исторически. Она закономерна для любого явления, я бы сказала. Даже не только для телевидения. Но для меня вот что важно. Телевидение, детское, не оформившееся, не отрефлексированное, оно транслировало одну картинку на всю страну. А сегодня, в чем отличие Ютуба? Каждый собирает себе картинку из бесконечного числа кубиков. И в результате, если в 90-е, в нулевые, у нас была общая картинка на всю страну, то сегодня, в результате, что мы видим? У нас все люди читают разное. Все люди смотрят разное. Все люди верят в разное. В результате, мы все оказываемся... Вроде бы, огромная свобода. Каждый собрал себе такую картинку, как ему нравится. И в результате, кто-то живет в прекрасном мире розовых пони, а кто-то другой живет в страшной России бандитского Петербурга, которая как началась, так и не закончилась. Закончилась, закончилась. Вы знаете, я видала людей, для которых не закончилось. Они тоже существуют. Ну, есть, есть, но все равно. Потому что, опять же, потому что у Бога всего много. Мы их уже сыграли давно все. Мне даже когда-то показалось, пусть меня простит великий режиссер Балабанов, мне даже в свое время показалось, что «Жмурки» – очень опоздавший фильм. Да, пожалуй. Потому что мы это уже все не играли года два. Но сейчас, когда прошло много времени, я с удовольствием смотрю... Конечно, но и сейчас два года, которые... Ну, вот для нас сейчас события 19-го года – это очень давно. Я абсолютно уверена, что через 20 лет, что 19, что 21, никто не заметит разницы. Наверное. И вот меня как раз, как человека, наблюдающего за миром со стороны литературы, бесконечно огорчает это дробление. То, что все живут в разной картинке. Потому что, объясняю, почему. Например, какие-нибудь великие титаны литературы. Я вот привожу, люблю приводить пример Хемингуэя. Когда Хемингуэй в 1938 году съездил в Испанию, очень проникся страданиями испанского народа и был уверен, что Америка должна помогать республиканцам. И когда он приехал, его специально звали в Белый дом, чтобы уговорить его не слишком давить и не слишком педалировать эту повестку, потому что... И не формировать так жестко общественное мнение. Да. Сегодня мы не можем себе такого представить, что может существовать какое-то единое общественное мнение, единая глобальная картинка. И мне кажется, что вот эта вот смерть телевидения как одной большой картинки – это большая проблема. И вот мне, поскольку вы были самым формирующим, поколение формирующим, ну то есть это же правда, городок – это вещь, которая сформировала мое поколение. Вот ради одного этого надо было к вам приучить. А то тут я недавно прочитал справку на себя. Программа «Городок» выходила наряду с такими потрясающими передачами, как «Маски-шоу» и «Осторожно, модерн». Знаете, я их вообще не помню. Я помню, но меня это задело. Мне было 17 лет, когда начал выходить «Городок», и, собственно, когда появилась вообще идея того, что смотреть телевизор – это нормально, интересно. И, конечно, вы сформировали поколение. Вот мне кажется, что одна из важных проблем сегодняшнего дня – то, что у нас больше нету поколений, у нас больше нету общности, у нас больше нет великих писателей, у нас больше нет суперзвезд и супермоделей, потому что все развалилось. Вот у вас нет вот этого ощущения? Я, на самом деле, все надеюсь встретить человека, который мне скажет «Успокойся, Галя, все нормально». А что-то пока нет. Я вам скажу, Галя, вы знаете ли, в чем дело? Вот вы сказали очень важную фразу – «Я наблюдаю за этими процессами». Принципиальная разница между мной и вами – что вы их наблюдаете, а я их переживаю. У нас разный способ восприятия мира – это профессиональная. Я не должен… Нехорошая фраза, но если совсем в лоб. Я не должен думать, я должен чувствовать. Я должен не формулировать, а улавливать и уметь это очень просто, очень по-человечески передать, сыграть. Желательно, зная, чего я хочу. Желательно. Можно углубиться и назвать это сверхзадачей. Можно пойти дальше и назвать это сверх-сверхзадачей по Станиславскому. Но на самом деле, то, что чувствую я, должно выражаться в очень простых вещах, в каких-то очень простых и смешных историях. В том, что вы задаете мне вопрос, а я как-то уронил стакан и сделал вид, что все в порядке. Я обгадился немножко и чуть-чуть вывернул вот так пиджак, чтобы время чувствовалось в моем исполнении, в вашем исполнении, в том, что вы формулируете повестку того, о чем вы думаете, а я – от того, о чем я чувствую. А сказать словами – это очень тяжело. В этом смысле вы идете рядом с собакой, вы хозяин, я собака, но я не на поводке. Вы можете сказать, а я нет. Я могу только глазами дать вам понять, что со мной происходит, но я не на поводке. Это на самом деле очень афористично звучит. Называется «выпить в бронзу». Так вот, вы все ждете, что кто-нибудь вам скажет, «Галя, ты не права» по поводу великих писателей, но не мне с вами спорить. Вы знаете, я шел на эту встречу и думал, а спросит меня вот эта Галина, а что вы читаете, Юрий Николаевич, сейчас из современных писателей? Я думаю, давай-ка я ей отвечу честно, потому что ответ будет ничего. Вот прям даже так. Почти. Я начинаю плакать. Почти так. На вопрос, что вы смотрите, нет-нет, не что вы читаете вообще. Да, я понимаю. Я понимаю, что это только современная литература касается. Нет, поэтому в этом смысле, видите, я уже подтвердил вашу мысль. В том, что вы смотрите, я никогда не соглашусь, что сейчас нет мировых величин и лидеров, но индустрии, говоря продюсерским языком, не соглашусь. И у нас, и там. И у нас, и там побеждает мейнстрим, конечно, и попкорновое зрелище, и все, что мы, мы уже знаем все эти термины, они набили оскомину, но эти исключения из правил, они всегда были исключением из правил. В любом мейнстриме, в любом времени был мейнстрим. Ну, собственно, городок был мейнстрим. Не появился бы Пушкин, не появился бы Моцарт, не появились бы Битлз, как все, что опередило время на десятилетия, на столетия. Пушкин разговаривает с нами языком, которым не говорили по этой пушкинской поры, и поэтому обескураживает и попадает в тебя. И ты, боже, 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 думаешь, почитав много-много стихов в своей жизни, и там что-то, когда кропаешь сам, как много глагольной рифмы, но ты потом только об этом думаешь, ты даже не обращаешь на это внимания. Так льется это язык. Моцарт, невозможно слушать музыку моцартовской поры, она совсем другая, и это совершенно другой язык. Вдруг внутри мажорных мелодий появляется много черных клавиш, появляются сложные аккорды, появляется совсем другая музыка, невероятно эмоциональная, скажем так, а не такая выхолощенная, которая говорит, что да, музыка ближе всего к математике, поэтому немцы великие композиторы. А нет, появляются Битлз, и это вообще переворот в понимании того, что такое поп-музыка, и так далее, и так далее. Поэтому и да, и нет. Я готов вам поверить в том, что касается современной литературы и поэзии, но только потому, что я вам доверяю, потому что я абсолютно не воцерклен в эту тему. Ну и потому, что вы косвенным образом подтвердили мою точку зрения, что современные писатели становятся маргиналиями, вместо того, чтобы быть лидерами мнений, которыми они были на протяжении большей части 20-го. Лучше бы они стали современными сценаристами, их очень не хватает. Нет, вы знаете, спасибо, уже и так все хорошие стали. И тут как раз органический, естественный переход. Я хотела вас спросить про сериал про ванкиров. А вот интересно, потом просмотреть эфир наш с вами и понять, я закуриваю, когда не знаю, что говорить, или когда хочу курить. Я думаю, что просто поскольку у вас оставалось три сигареты, вы, видимо, нервничаете, хотите немедленно все выборы. Нет, нет, просто наоборот, мне так лучше. Дай бог. Слушай вас. Так вот, я хотела бы из этой точки поговорить про вампиров среднерусской полосы, в которой вы... Просто средние полосы. Про вампиры средние полосы, да, в которой вы блеснули в роли старшего вампира, который должен поддерживать порядок в обверенном ему вампирском хозяйстве. И вот в связи с чем у меня вопрос. А что опять вдруг вампиры? Потому что выходит пищеблог по роману Алексея Иванова. Вот как раз у меня была смутная надежда, что, может быть, вы читали Алексея Иванова, потому что он такой самый экранизируемый современный российский писатель. Смотрел Алексея Иванова. Да. Я как современный человек говорю, да, я смотрел Алексея Иванова. Вот. И, то есть, два фактически очень больших, сериальных, громких проекта про вампиров. Ну, а где ваше сердце на чьих-то? Вы знаете, честно вам скажу, я очень не люблю роман «Пищеблог» и сериал, и поэтому я очень предубеждена к сериалу. Поэтому ваши вампиры, у меня к ним нет вот этого предубеждения. Поэтому они милые, смешные. И, честно сказать, на мой взгляд, не, вот я сейчас деликатно сформулирую, ваша роль там лучшая. И, собственно, главное, несмотря на то, что формально не совсем. Но, тем не менее, почему вдруг вампиры? Что случилось, что появляется обычно такого рода вещь, о чем-то говорят? Вот вы почему согласились играть вампира вообще? Потому что в нем абсолютно не важно, что это вампир. Ну, как вам сказать? Кровушку-то хлебали. Какую? Ну, понятно, что гуманистическую. Мы кровушку хлебаем из станции переливания крови, из целлофанового пакетика. Ну, конечно, не... Потому что там наоборот, там это очень важно, что по-настоящему-то кровушку хлебают совсем другие люди, которые не являются вампирами по происхождению своему уже первородным вампиром я являюсь. А являются вампирами по должности. Там как раз про это. Почему? Потому что мне очень понравилось... Знаете, что мне понравилось? Вот эти ребята удивительные, со странной формулировкой шоураннер, это человек, значит, делающий шоу, на самом деле пишущий человек, Леша Акимов. Да, они посмотрели там реальных упырей, там что-то еще. И просто оттолкнулись именно от того, что они хотели что-то другое. И вот в этом потоке безумном с одной стороны, ну, извините за выражение там, говносериалов, вот не про что. Вот переключишься с канала на канал и не поймешь. Такие сериалы дневного времени, да, не прайм тайма. Или не те, которые канал называют событием года. Как правило, бывают, и бывают там приличные очень сериалы. Но в Ампире средней полосы вполне себе события. Но это же платформа, это же интернет-продукт изначально, это видеосервис, который это делал. Это сейчас, это показывают на канале, на ТНТ, в 22.00, в лучшее для этого канала время. Я не знаю даже, как она идет. Думаю, что хорошо. Вот они когда думали, я думаю, про что снимать. Вот они берут такую очень яркую, и не хоррор, с одной стороны, и не сага. С одной стороны, это, конечно, там присутствует продюсерская мысль, привлечь аудиторию, но я не думаю, что она такая большая аудитория, которая любит хорроры. Она возрастно не попадает в то, каким получился этот сериал. Абсолютно, да. И сделать такую, используя те технологии, фирменные, ну, то лучшее, что там уже изобретено в сериалах, вот это умение построить арки, кейсы, выстроить это все на очень душевной, ироничной и такой милой сердцу почве. Вампиры средней полосы. Вот это вот несочетание внутри названия, оно очень клевое, оно очень манкое. С одной стороны вампиры, а с другой стороны средней полосы. Ну, оборотень в Нью-Йорке. Ну, вот, 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 нет, оборотень в Нью-Йорке, если вы бывали в Нью-Йорке, а я там был раз 28, так, ну, да, там может жить оборотень. Легче себе представить. Там может быть Джокер. Нью-Йорк может родить таких персонажей. А вот вампиры средней полосы, да еще и в наше время, причем так, так достоверно, как будто это абсолютно нормально, что есть вот такая семья, да, в которой никто не является друг другу родственниками. Они родственники по крови в прямом смысле слова. Но физиологически не родственники, да. Вот эти люди, которые так тянутся друг к другу, потому что не могут друг без друга. И семья, главное слово здесь, и средняя полоса на самом деле. А вампиры, это краска, это краска, которая привлекает зрителей. И то все время, все время с перевертышем каким-то, все время с обманом. И чеснока они не боятся, и колы не боятся, и кровь они пьют, не тех людей, вот, которых вот надо завали, няняняня, и впиться в шею. И настоящие вампиры совсем другие. И оказывается, их задача всю жизнь оберегать жителей этого конкретного города. Но вот эти все перевертыши, вот эти обманки, как песня «Городок в конце городка». Вот с бухты-барахты. Вот это все вместе мне очень понравилось, но главным образом, ты же, когда соглашаешься на роль, ты же соглашаешься, не исходя из таких общих, вообще режиссерских или киновеческих каких-то соображений. Ты должен почувствовать конкретного человека. Ты же читаешь очень предметно. Про себя же ты читаешь. У меня сложилось впечатление, что эта роль написана прям под вас и, возможно, с вашим участием. Это иллюзия? Нет, это иллюзия. Она сыграна с моим участием. Это мы заметили. Да, она сыграна с моим участием. Когда ты играешь, ты, конечно, вот есть такая, знаете, поскольку я деревяшкин по призванию своему, вот вы, допустим, стамесочкой обработали дерево, а потом вы берете шкурку такую, допустим, 400 единиц, обрабатываете, а потом берете 800, а потом 2000, а потом 6000, и это все шлифуешь, 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 вот это, от этого появляются свои словечки, иногда просьбы, иногда даже желание поскандалить, нет, я хочу сделать вот так, и это, конечно, ты являешься в какой-то степени всегда с автором, если это получилось, если нет конфликта с авторами фильма, а там не конфликт, там, там, я не ждал от него огромного успеха, но я чувствовал, что пришло такое время, вот я никогда не ищу роли в жизни, никогда, роль находит меня, поэтому это бывает очень редко, потому что я не прилагаю никаких усилий для этого, но уж если нашла, то нашла, она меня нашла вовремя, вот в каком-то правильном моем психофизическом, возрастном, эмоциональном моменте, в котором я нахожусь, нужна была вот такая роль, может быть, лет через 10 надо бы короля Лиры сыграть, я не знаю, но нужно, чтобы что-то очень, очень попало, эти векторы, когда все сходятся, какие-то ожидания, вроде и зрителя не обманул, в каком смысле, ну, ну как вот, один критик написал, чем ему понравились вампиры, тем, что его, все время, его ожидания, в хорошем смысле обманывались, его плохие, штампованные ожидания, да, ну, например, что появится Стоянов и будет кривляться, меня это даже обидело, где-то я так уж особенно кривлялся, ну, с другой стороны, он так просто, просто так грубо выразил вот свое представление о комике, да, а дальше не обманул, бывает там смешно, бывает, но абсолютно не хохмит человек, значит, я остался временами человеком, который смешит, но главное в этой роли не это, значит, можно двигаться уже в сторону горьковских мещан, там, Бессеменова, детей Ванюшина и чего-то такого, вот, я все это имел в виду, потому что я все это знаю, я все это смотрел, если ты хочешь сыграть, если ты хочешь сыграть главу семейства, непростого очень, да ладно, вампирского, а вот я тут с вами не согласен, я там главный персонаж, метражно-то совсем нет, метражно, но там есть семья, вы самые яркие, и вы незримо присутствуете даже в тех, но семья есть, если бы ее не было, я их обожаю, я их так всех люблю, я их буду защищать, я их очень люблю, они замечательные все, но раз семья есть, значит, она получилась, раз я глава семьи, значит, есть семья, и вот, значит, надо тогда знать, ну, надо знать контекст, киношный, литературный, какая традиция вообще есть, как играли до тебя, как играли, вот главу семьи, гениально играл Лебедев в Мещанах, это великий, великий спектакль, величайший, в Детях Ванюшина, по-моему, играл когда-то Леонов, надо вспомнить Шаламалейхема, надо много видеть и помнить это, помнить, это не надо играть, но когда это в тебе есть, то тогда ты понимаешь, как это, как мне повезло, просто мне очень повезло с этой ролью. В нашей стране в последние годы словосочетание «доброе кино» почему-то чаще всего принято произносить в больших иронических кавычках. А между тем, на самом деле, это ровно тот тип кинематографа, которого нам всем сегодня ужасно не хватает. Живые лирические истории про живых, настоящих, теплых, узнаваемых людей. И я думаю, что если вам, как и мне, этих историй действительно не хватает, то, конечно же, вы знаете имя режиссера Виктора Шамирова. И если вы, как и я, ждали, когда же, наконец, Шамиров выступит с большим сольным проектом, то у меня для вас хорошие новости. Совсем недавно на видеосервисе «Старт» стартовал его новый большой проект, который называется «Большая секунда». И это ровно та история, которую мы можем без всяких кавычек назвать «добрым кино». В центре сериала две пары героев. Сценаристы, работающие над сценарием сериала об учителях и, собственно, созданные их воображением герои. Живая человеческая, узнаваемая ситуация, прекрасная актерская работа. Кстати, Виктор Шамиров сам сыграл одну из главных ролей. Я абсолютно уверена, что, наблюдая за развитием двух этих параллельных линий, каждый из вас почувствует что-то очень родное, узнаваемое и понятное. Увидит в работе актеров и режиссера собственные эмоции, иногда очень интимные, те, которые нам сложно проговорить даже в диалоге с самыми близкими людьми, даже с собственным партнером. Мне кажется, что сериал «Большая секунда» не эксплуатирует, но очень тонко работает с реалиями советского классического кинематографа. У меня он в первую очередь вызвал ассоциации с классическим фильмом Георгия Данелли «Июльский дождь». Если вы хотите посмотреть сериал «Большая секунда» на видеосервисе «Старт», переходите по ссылке в описании видео. Я думаю, вам понравится. Я залипла на мысли о вас в роли короля Лира. Вы как-то это так в проброс сказали. У меня тоже три дочери. Вот. Ну, я надеюсь, что вы не повторите ошибок этого персонажа. Когда-то я бы хотел сыграть Шута, но уже... Ну, почему? Может быть, и не молодой Шут. Вообще, Шут при власти. Никогда я не видел такого Шута. Я не буду называть фамилии такого успешных сатириков, которых любят наверху. В этот момент мы подставили все нужные фамилии. Париться в бане, рассказывать им анекдоты и при этом... Как в фильме юмориста Михаила Ивановича. Немножко и жестче еще. Ну, да. И при этом быть трагической фигурой, а не просто такой... Трагической. Ну, вот юмористы, мне кажется, близко. И талантливым человеком. При этом... Да, вот так. Вот такого Шута не было, которому разрешено очень многое. Но не все. На которого и пнуть могут. Да. Очень жестко. Когда он все время чувствует... Ой, вот еще... Вот еще чуть-чуть. Вот еще чуть-чуть и уже вопрос жизни. И вопрос жизни. Чуть-чуть еще. И вот это все время это человек, который балансирует на этом лезвии. А короля Лиры хотите? Да, я бы сыграл и короля Лиры. Я бы хотел сыграть Мольера очень в Кабаре Святош. Это моя роль абсолютно. Я бы Тебе хотел сыграть. Это тоже моя роль. Слушайте, вот опять же, такой вот... Мне кажется, мне кажется, что моей это роль. Я бы хотел... Опять... То есть Тебе, это же опять глава семьи. Это опять старший в роде. И тоже в такой странной семье. Знаете, кто гениально играл его? Украинский артист Богдан Ступка. Я не смотрела. Я знаю, конечно, Ступку. Он великий актер, потрясающий. Как он играл? Ну, и много чего сходилось. Просто когда человек абсолютно не еврейской внешности... Да, Богдан Ступка совсем нет. И еще и народный артист Украины. И как он это делал? Пронзительно, трагически. И с другой стороны, совершенно другой Леонов. Да, ну Леонов такой классический Тебе. Ну, я и мюзиклы видел «Скрипач на крыше», скажем там. Там совсем другая история. Но тоже потрясающая. Куда-то я вас увел. А я вдруг еще подумала, знаете, о чем? Что ведь ваш старший вампир, он же действительно старший в очень странной и очень по-современному устроенной семье. Это мне как раз очень в вампирах средней полосы понравилось. Потому что мы же сегодня очень часто как семью воспринимаем людей, которых мы, грубо говоря, сами выбрали по тому или иному признаку. То есть это не совсем кровное родство. И мне кажется, что вот это как раз очень интересная рефлексия вот этой новой модели семьи. Да, я с вами абсолютно согласен. Но в нем же еще есть, понимаете, какая штука? Он же их обрек на вечную жизнь. Обрек. И я только внук, когда я думал об этом много... Ну или подарил. Обрек. Обрек. Потому что мне кажется, что он как никто понимает, что при вечной... Ну, на рассуждениях на тему, как бы подписать там кому-то эту бумажечку, да, и заключить договор с Мефистофелем, допустим, при этом, при всем это страшное наказание. Страшное наказание. И вот это его ответственность еще. Ведь почему они все вампиры? Потому что в какой-то момент каждого из них он спас. Да. Это был единственный выход. Он их спас. Ну, то есть это же... Он их спас от смерти. От смерти. И он не считает... Спас от смерти, обрек на вечную жизнь. И он не считает, что они должны быть ему за это обязаны по гроб жизни и благодарны. А наоборот... Это он ему это. Это он несет эту жуткую ответственность. В грубых, в таких мужицких иногда формах, с двусмысленными шутками, с этой филологической кашей в голове, потому что он прожил тысячу лет и иногда может пошутить, как в 17 веке, потому что информация зашкаливает. Вот. Поэтому он так странно иногда, грубовато шутит. А это был... Ну и в целом он же простой человек. Это для 17 века был очень тонкий юмор. Понимаете? Грубо говоря. Вот. Вот при этом, при вот этом, при всем этом невероятном замесе, в нем для меня самое главное, что вот эта фраза, которую я там один раз кричу, это моя семья. Вот это я играл. Очень несложно. На самом деле. Да ничего не надо играть. Знаете, слушайте, а что там играть? Ничего я там особенного не сыграл. Это просто надо иметь. С годами это приходит. А вы себя чувствуете вот таким старшим вроде, патриархом, хранителем? Я? Ну? В жанре вы... Нет, в жизни. Нет. Нет. Три дочери. Нет, нет, нет. Я вообще... У меня с возрастом какие-то странные проблемы с моим, с собственным. Это же не возрастное. Мне кажется... А я когда смотрю на себя на экране, говорю, мать моя, какой я старый в этих вампирах. Там же грима-то нет. Говорят, какой тебе грим сделай? Сколько у тебя морщин там. Я говорю, ребят, значит, грим был очень простой. Только почистит зубы. У меня же вообще нет грима в этой истории. Просто зачесанный... Ну, там причесочка такая странная немножко, не вашая. Нет, просто я тот артист, которого как причешешь, что он и сыграет. Это просто щеткой зачесанный вперед волос. Все, весь вампир. На этом все закончилось. Вот одежда мне была очень важна. Это мы искали долго. Эту коцовеечку, в которой можно было появиться и в девятнадцатом году появиться, и в блокаду в ней же можно было появиться. Ну, и сейчас произвести такое странное впечатление неухоженного пенсионера. Есть такие у русских стариков вечные вещи. Брюки, заправленные в носки, войлочные тапочки. Черные носки под сандалии. Да, меховой воротничок. Еще я хотела бы спросить у вас, поскольку я так подозреваю, что вы в сериалах не только играете, но и смотрите. Смотрю, да. Вот назовите мне, не знаю, два-три главных для вас сериала, которые, как вам кажется, и про дух времени, и про живого человека. Давайте я те, которые для меня важны. Не обязательно вот они вышли только сейчас. Да, конечно. Их надо обязательно посмотреть. Я бы так сказал. Не для того, чтобы поставить галочку, а просто потому, что... Ну, если вы мне доверяете. Из наших. Из наших. Из сериалов «Звоните Ди Каприо», «Домашний арест», «Эпидемия», «Вампиры средней полосы» и «Ликвидация», конечно. Из наших сериалов. Из наших фильмов «Страна ОС», «Аритмия». Горько. Дальше. Из... Где-то счастливо аплодирует Жора Крыжовников. Да. Дальше. Из американских, конечно, «Метод Каминский», конечно, «Моцарт в джунглях», «Во все тяжкие», конечно. И... Па-па-па-па-па-па-па-па. Слушайте, смотрите хорошее итальянское кино, смотрите «Этор из кола», посмотрите «Запах женщины», в котором играет не... не этот самый... не Аль Пачино, а в котором снимается Витторио Гасман. И фильм, который был до этого, «Запах женщины» — это итальянский фильм. Просто для интереса, для прикола, если вы мне доверяете. Смотрите «Новый папа». Приглашайте меня чаще, и будет много советов. Ну, ведь самые хорошие актеры — это же, мне кажется, самые умные, самые культурные и как-то напитанные традиции. Противопоказано то, о чем вы говорите. Да нет. Ну, конечно, нет. Вы рушите войны. Ну, конечно же, нет. Ну, конечно, нет. Я не исключение. Конечно, нет. Вы понимаете? Например, для того, чтобы сыграть врача. Вот Преображенский. Гениально сыгран же в «Собачьем сердце» Евсигниевым. Гениально. И все врачи считают... Вот образ врача. Вот это врач. Когда за ним чувствуется рухнувшая целая страна, чувствуется. Какие традиции уходят с этим человеком и никогда не вернутся. И сколько лет потом понадобится для того, чтобы появились хоть чуть-чуть похожие на него врачи. Ну, не в той специализации, которой он занимался, а просто вот сам образ, вот гуманитарно насколько человек подперт. А эти внешние навыки достаточно хорошему артисту увидеть, как правильно держать, подсмотреть. Но профессия актера увидеть, запомнить и уметь воспроизвести. И произвести впечатление человека, для которого это очень естественно и органично. Эта профессия построена не на том, что надо прочитать от Гиппократа до Сеченова, там, Персианинова, Пирогова, все, что было в медицине. Отнюдь нет. Отнюдь нет. Поэтому это не на количестве узнанного, прочитанного, прослушанного и так далее. Это на количестве увиденного, подсмотренного, зафиксированного и сделанного своим, пропущенного через себя. К сожалению, и не к сожалению, это просто констатация, эта профессия не построена на большом багаже знаний. Знаний человека, а не истории культуры. У меня есть типовой вопрос, который я задаю всем своим собеседникам и вам тоже задам. мы все состоим из культуры, а уж я думаю, что актер состоит из культуры едва ли не в наибольшей степени, потому что он ее, как вы... Иногда наименьший. Я бы сказала, что актеры, вот мой опыт общения с людьми из театра и кино показывает, что у них просто другой метод потребления. Вот вы очень классно сказали про то, что нужно, про то, что не думать, наблюдать, рефлексировать, а чувствовать и впитывать, и транслировать. Поэтому вот большинство умных актеров, это те люди, через которых культура течет и становится их частью, их кровеносной системы. Вот какая культура вас сформировала, из чего вы состоите, из каких, не знаю, стихов, книг, пьес, фильмов и так далее. Вот вы это что? Вот что нужно прочитать, посмотреть, увидеть, услышать, для того, чтобы понять, кто такой Юрий Стоян. Так жизнь сложилась из того, что смотрел, что читал, что запомнил. Вот как-то с детства не поменялись приоритеты у меня. Не было бы этого несчастья, из частного заводского кинотеатра, в котором работала моя бабушка, в котором, вероятно, где-то в Одессе в каком-то кинопрокате какой-то разжалованный диссидент, я думаю, сидел и думал, я рабочим знаю, что послать в кинотеатр завода Продмаш на Пересыпи в Одессе, где лузгали семечки и пол вот таким ковром. Молдаванка и Пересыпь. Да, Пересыпь, да. Всего Чаплина посмотрел там. Всего Чаплина. Потом пошел неореализм итальянский. Феллини я смотрел в заводском кинотеатре. Вот как этот замес произошел, я не понимал, что за ночи к Абирии. Но что-то такое пленительное в этом было, необъяснимое. И Феллини остается одним из моих самых любимых режиссеров по сей день. И для меня он несложный. Для меня это не предмет киноведческих каких-то размышлений. Для меня это совершенно естественный способ мысли. Вот то, как и чувств. Оттуда из странного, безалаберного, такого, похожего на мое, может быть, итальянского южного детства этот замес. Ну, у меня там, допустим, болгарские корни и русские, и украинские, у него итальянские. Не важно. Чаплин, вот это странное, все смеются, а я плачу в конце фильма. Мне все время жалко было этого человека. А это и был переворот в понимании смешного, который совершил Чаплин. То, о чем он потом сказал, жизнь это комедия, когда смотришь на нее издалека, на общем плане, и трагедия, когда видишь ее вблизи. Больно, когда тебя бьют по голове, а не только смешно. Хотя человек, хотя весь зал гогочит. Вот мне было всегда... Чаплин вызывал у меня невероятное сострадание. Чаплин, Феллини, Эторе Скола, итальянские режиссеры, очень итальянское кино. При этом, конечно, меня не именовали фильмы об индейцах, но какое-то такое было ощущение, что это какой-то такой временный и неплохо проведенный вечер, не более того, а это то, что остается. Пушкин вошел в мою жизнь навсегда, навсегда. А с какой стороны Пушкин в вас зашел? Очень просто. С Евгения Онегина он зашел, не со сказок, не с царя Салтана. Он вошел в меня просто потому, что нянька моя в деревне, в которой мы жили, далеко от Одессы, в селе, где учительствовала мама, а папа там в сельской больнице работал, как студенты, они туда уехали. Мама помогала девочке из этого села готовиться в университет, и она учила Евгения Онегина. Учила она не для этого, потому что их попросили выучить какой-то стих. Она читала, и я знал очень много глав наизусть, а было мне года четыре. И меня это поражало, как легко это запоминается, как плохо учатся стихи. уронила там в речку мячик, учатся плохо. А мой дядя самых честных правил, когда вперед, 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 учатся очень легко. Для меня Пушкин был человек, которого я очень легко учил, и можно было разговаривать, а детскими стихами я разговаривать не мог. Меня быстро научили писать, читать, очень рано. Я, когда пошел в первый класс, мне было жутко неинтересно. Я не понял, зачем я пришел в эту школу. Я слишком бывал в этом состоянии. И когда я очухался, я понял, что я вокруг уже знаю значительно больше, чем я. Физики, математики, которому казалось, что я уже знаю все. В кино это влияет. И дальше потом появился потрясающий человек, друг семьи, такой диктор телевидения, филолог по образованию, мама-филолог, преподаватель украинского языка с очень украинским, красивым украинским языком, настоящим. Ни суржики, ни на таком, литературном. И она очень хорошо по-русски говорит, вы никогда в ней не почувствуете другой мелодии, как любой человек, который знает хорошо несколько языков. И вдруг стала такая с большим проскоком советская поэзия. Вот с таким большим пролетом там мимо Брюсова, мимо Блока, так от Пушкина и сразу пошла советская поэзия и все эти литературного института, ребята, все это поколение погибших на войне, и уходи, и Коган, и Кульчинский, и Отрада, и потом Слуцкий, и потом Симонов, и потом вот, а потом Пастернак, уже чуть-чуть-чуть, чуть позже, а потом обратно возврат, и вдруг Есенин и Маяковский, и явно я склоняюсь к Есенину, объясню потом вот так же, как в моей профессии между артистом ума, и где я вижу эту лабораторию ходячую, я вижу, как это блистательно сделано, сделано и просчитана роль прямо научно, и отдаю дань этому научному подходу, и рядом появляется там Луспекаев или Де Ниро, или Шукшин, неважно, и я не понимаю, как это сделано, потому что как будто Бог говорит, играют они очень простых людей, иногда маргинальных, но это божественно, так же я, видя Маяковского, держа вот так Томик у моего деда Маяковского, подписанный с автографом Маяковского, и Томик Есенина, подписанный Есениным, он коллекционировал книги в Киеве, и когда держал, и он мне говорит, а ты знаешь, говорит, а Маяковский завидовал Есенину безумно, безумно, его издавали тоннами, а у Есенина несколько книжечек, и все девочки переписывают его стихи, а Маяковского не переписывают, и я понимаю, что это наука поэтическая, это такая, как Жермунский, там, история стихосложения, теория стихосложения, это вот, это вот так, я вижу, как это сделано, гений, и тут я, бах, Есенин, и вот просто руки опускаются, и то, что у меня все время происходит с Пушкиным, сколько бы раз я не возвращался, вдруг пересчитываешь там повести Белкина, метель, со мной один случай очень интересный произошел, я о нем рассказывал, это произошло в не очень подходящем месте, открывать Пушкина я начал, в то время, когда читал его с Большим симфоническим оркестром Московской филармонии в огромном зале, не первый раз, второй или третий, читаю себе метели, читаю, хорошо читаю, профессионально, и вдруг дохожу до этого, место, когда, значит, началась бьюга, буран, кони там понесли, приехали они к какой-то церкви, место, которое меня всегда жутко смущает у Пушкина, безумно, такая, там думаю, Александр Сергеевич, так бы тебя современные продюсеры бы сказали, ну, Александр Сергеевич, ну что это, ну, ну, все, ну, 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 вон, вошел в церковь, в церкви темно, быстрее, быстрее, сколько можно, где ты пропадаешь, вот так вот приехал такой вот гусар, заходит, вот так вот настолько не видно ничего, что вот так вот все все перепутали, настоящего жениха с ним, Александр Сергеевич, Ну, как мы это будем снимать, слушайте, ну, это, это что мы будем, Лебешева, Лебешева нет уже, это что, от огня сигаретки, от свечи будем снимать, прибор ни один не поставим, ну, бред какой-то, сколько можно, невеста волнуется, меня подвели к алтарю, священник нас, бред полный, нас быстро перекрестил, мы поцеловались. И так все еще не видя, да. Мы поцеловались, и вдруг меня как бабахнет, как молотком по голове, и вдруг все эти нестыковки, нескладушки, все эти условности разваливаются прямо на глазах, и сверху меня так веслом шандарах идет фраза. Мы поцеловались, и жена моя, я чувствую, я не могу дальше говорить, просто вот не могу читать дальше, просто не могу, ком в горле у меня. И я понимаю, что значит время. Я впервые, меня вот выкинуло туда, в начало 19 века, и я почувствовал себя вот человеком оттуда, потому что не может современный сказать, и та, которую я поцеловал, и женщина, которую я не видел, и эта женщина, имени которой я не знаю. Но если его, гуляку, пьяницу, гусара, по пьяни, говоря простым современным языком, поддатый кучер завез в какую-то церковь, но его перекрестил священник, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, сказал он, все, жена. И вот это время, которое вдруг ударило меня, вот ударило время. И жена моя. И с тех пор этот человек, до этой встречи, которая произошла через много лет, после того, как он раненый, угрюмый подполковник, который вызывал у всех восторг, этой тайной, невысказанной... Он был верен женщине, которой случайно в темноте его обвенчал священником. Это вот в этом Пушкин для меня, вдруг в этой детали, то, что он, я думаю, для Пушкина это было так же органично. Надеюсь. Скорее всего, да. Но в меня... Я думаю, что не лично для Пушкина, а как... Нет, но для того времени. Да. Вот так вот меня иногда бросает к Пушкину обратно. Ну, а из писателей дальше Гоголь, Чехов, Достоевский, вот сейчас вы меня проклянут все, а вообще мимо для меня. Хотя я все понимаю, все умом понимаю, сердцем нет, значит, я другой. А может, еще время не пришло, вы знаете, я встречала людей, которые... Не хочу я приходить к этому, не хочу. Гоголь, Чехов, очень много пьес Островского. Я недавно перечитала «Беспреданницу», была потрясена какая-то потрясающая литература. Да, потрясающая литература, вся драматургия Островского. Вот где время, особенно сейчас, особенно это начало капитализма, дикого капитализма в России. Как он схватил это время. Все как родное. Все это купечество, все... Как, какие типы, какие люди, как близко все. Если поменять только странные имена отчества и переодеть этих людей. Абсолютно современный драматург вот сейчас. Потом из наших... Конечно же, Довлатов, безусловно. Жванецкий. Как явление. Не как текст на бумаге. Вот как планета такая, да? Отдельная. Вы знаете, с Хемингуэем у меня была странная история. Он был моим любимым писателем лет до 22. А потом, когда мы сдавали к Огорлицкому, у нас был преподаватель по зарубежной литературе, я сдавал ему, он говорит, ну и Хемингуэй. Вот я сдавал. Я ему говорю, вы знаете, мне кажется, с ним надо прощаться года в 23. Вот ремарк на дольше. До 28 хватит. Он взрослее. А здесь столько, как это ни странно, при такой судьбе невероятной, столько, как ни странно, инфантильного мужского. Очень, да. Хемингуэй. Мне, я говорю, вдруг я это в какой-то момент от этого бесконечного взгляда на себя со стороны, от этого телеграфного стиля, много рисования мужского. Конечно. Очень много игры в брутальность. Я говорю, вы извините, вы преподаватель литературы. Я спросил, у него все в порядке было по мужской части? Он говорит, пять. Он мне сказал, вот я, вот, я прямо вот так спросил. Я потом узнал, что это проблема. Действительно, была. Ну, конечно, Марк Твен. Я обожаю его. Обожаю. Я обожаю Дюма. Я с интересом много прочитал Золя и Диккенса. Диккенса почти всего. Диккенс великий писатель абсолютно. Для меня тоже очень важный. Ну, вот видите, как-то мы вокруг классики в основном крутимся. В кино потом ко мне пришло американское кино. Через американских артистов. И среди них у меня их не так много. Я и по сей день считаю, нехорошо так говорить, вот так выстраивать эти рейтинги. Лучшая в мире. Но выше Мэрил Стрип для меня по-прежнему нет актрисы. А красивая какая? Красивая, некрасивая красота. Ведь она какая-то другая. Какая-то женщина невероятная. И играть может при этом все. При таком аристократизме. Вот все. Вот бомжихи до какой-нибудь мадам Помпадур. Не знаю. Все что угодно. Хорошо. А вот что-нибудь из того, что есть прямо вот здесь сейчас. Не Мэрил Стрип все-таки, которая карьера ее длится. А вот прям сегодня. А вот для меня сейчас, вот это наша большая проблема. Наша проблема в том, что я вот, 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 у нас, если умер, значит, уже не сейчас. Это наша ментальность. Но Фрэнка Синатра нет, а Фрэнк Синатра в Америке абсолютно действующий певец. Действующий, заполняющий современное культурное пространство для американцев разного возраста. Разного возраста. Как и Пресли. Вот если Битлз распались и там живет, допустим, только один, это значит, что это прошлое. Для меня это мой контекст. Это не значит, что я не смотрю и не слушаю, не читаю все, что существует. Но это то, что остается. Для меня вот этот временной отрезок не играет здесь никакой роли. А из-за того, что вот все-таки, как вы думаете, есть ли что-нибудь, что вы видели, прочли относительно новое за последние, не знаю, 2-3 года, что останется не в веках, в веках мы не знаем, что останется, а что останется в вас? Задавите мне что-нибудь одно, и я от вас отвержусь. Я вас удивлю, но это будет мемуарная литература. Почему? Совершенно не удивительно. Это я очень хорошо понимаю. Проскочили одни мемуары одного трагического, потрясающего артиста с очень непростой биографией, Олега Борисова. Называется «Без знаков припинания». Это совершенно, совершенно феноменальная книга. Олег Борисов, конечно, фантастический актер. Но он будет лить воду на вашу мельницу. Там серьезный уровень и знаний, и прочитанного, и того, как он трагично, глубоко, не любя себя, воспринимает себя в искусстве и искусство в себе, говоря словами Станиславского. Это, может быть, одна из самых глубоких актерских исповедей, которую я прочитал. Хотя этой книге много лет. Просто вот я ее не так давно прочитал. Пожалуй, вот это самое сильное впечатление. Почему? Потому что еще я с этим человеком проработал лет 10 в одном театре, и вот он был рядом. А потом вот вскрывается грудная клетка, да, и мне кажется, он писал эту книгу не для публикации. У меня было такое вот ощущение. Потому что когда я писал там свои книжечки, там, допустим, книжка, которую я очень люблю, которая называется «До встречи в городке», а я ужасно горжусь, что у меня есть литературная премия за нее, «Царско-сельская», за продолжение традиции Довлатова. Вот я, когда читал ее, я видел и слышал, как ее будут читать. И я читал ее глазами других людей и их голосом. Актерская книга в значительности. Абсолютно. Абсолютно. Актерская, хотя это все-таки жанровые рассказы, рассказчики. А там уровень такой обнаженной исповедательности, которую можно только самому себе рассказать. Спасибо. Я очень люблю Борисова как актера, но даже не слышала про эту книгу. Без знаков припинания. Да, я запомнила. Ну и вторая книга, это биография Чаплина, это великая книга. Для меня. Автобиография Чаплина. Автобиография. Фантастическая. Да. И невероятно увлекательная при этом это сочетание. Сейчас я подумаю, я не готовился специально к этому. Слушайте, это абсолютно не то, чтобы как-то я хотела вас к чему-то принудить. То есть я бы, конечно, хотела, но... А вы знаете, какие бывают странные попадания? Вот когда-то, я помню, Серега и Гармашом на съемках с Сережей мы сидим, он говорит, слушай, говорит, я второй день плачу. Это было, правда, это было в 2007 году, давно очень. Я говорю, что такое? Да вот, прочитал это, будь он неладен. Я говорю, что ж такое, Сережа? Какой-нибудь там ночевала тучка золотая, что ты прочитал такого? Он говорит, да нет, вот это, похороните меня за плинтусом. И я, когда прочитал эту книгу, я понял, что это, наверное, лучшая книга о детстве. Очень страшная. Страшная, но гениальная книга. Очень хорошая, да. И я понимаю, что такая может быть одна у непрофессионального писателя. Он больше ничего и не написал. Но он написал, но мог не трудиться. Но это очень хорошая книга. Да, это очень мощная книга. Вот когда ты смеешься и ком в горле, вот смеешься и ком в горле. Слушайте, недавно мне предложил один замечательный современный режиссер, очень такой, один из самых ярких в театре. Говорит, почитаешь жизнь смерти Ивана Ильича? Внезапно, казалось бы. Если бы я не знал, что это Толстой, я бы подумал, что это Чехов. Да, пожалуй. Если убрать автора Толстой, я очень люблю «Войну и мир». Это толстая книга, которую я прочитал с упоением. Просто с упоением. У меня Толстой тогда просто перевернул с ног на голову мое все это хрестоматийное школьное представление о том, что это не надо читать никогда. И в одном спектакле у меня есть даже фраза. Он говорит, куда вы идете? Я говорю, пойду Гамлета почитаю, потому что играть надо. Он говорит, вы не читали Гамлета? Он говорит, я, как большинство интеллигентных людей в этой стране, не читал две книги. «Войну и мир» и «Гамлета». Там просто такой текст. Немой. И когда я читал «Войну и мир», а читал я ее, потому что дочка училась в школе, и она задавала мне вопросы. Я понял, что общими ответами не отделаться, и мне пришлось там недельку этому посвятить. То есть вы уже были очень взрослый человек. В последних недель в моей жизни, потому что когда я читал Фулкнера, мне надо было освоить всю трилогию, там деревенька, особняк, город. Это была пытка для меня невыносимая. Но потому что это надо было сдавать, потому что слово «надо» для меня вообще слово «надо» убивает. Это плохие слова. Это было такое наслаждение. И вдруг я прочитал очень немногословную, очень по-чеховски такую какую-то, очень просто написанную, такую драму, такого уровня трагедию. Так точно, на таких простых, бытовых, человеческих деталях, неописательных, а поведенческих, я был ошеломлен толстым. Вот именно маленькая история, крошечная. Знаете, как я вас все увожу от сегодня? Нет, на самом деле это как раз таки довольно хорошо соответствует моей какой-то внутренней мизантропической картинке, которая у меня тут... Но отношения к тому, что читаешь, они еще формируются, знаете, чем? Тем, что необходимо читать. А это не очень высокого уровня сценарии, и их много. И когда это, допустим, 12 серий, и ты потом проморгаешь что-то, ну хотя бы перелистать их нужно, потому что вляпаешься так, что потом не отмоешься. Ну хоть что-то придумать. Я ненавижу читать сценарии. В моей жизни были истории, когда я играл, не читая. Неловко. Говорю честно. То есть мне понравилось 2-3 сцены, я вырулю. Деньги нужны, зарабатывать нужно. Это профессия такая. Ты актер, если ты кормишь этой профессией свою семью. Ты мужчина. Это твой хлеб. Времени было мало. Я на это сыграю. И потом в конце выяснится, это я всех убил. Простите. Я? А потом я думаю, какой я молодец, что я это не прочитал. Потому что если бы я знал, что это я всех убил, зритель бы, я бы это знал. Когда ты это знаешь, это все равно будет чувствоваться. И какое же количество энергии и профессии я должен был бы затратить на то, чтобы зритель этого не почувствовал. А так и я не знаю, и они не знают. И в конце, опаньки, какой артист хороший. Не читайте плохие сценарии. Просто играйте. Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич. Прекрасная беседа. Мне кажется, что можно было бы поговорить и еще. А у нас все. А у нас все. Убираемся. 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 Продолжение следует...